Всем привет, дорогие друзья! Небольшой подотчетный видеоролик того, что сейчас происходит в мастерской. Возможно, кому-то будет интересно. Начнем с того, что одну из комнат, в принципе, уже освободили до меня. Собственно, все столы, это у нас три штуки, получается, здесь разобраны. И часть оборудования тоже здесь на балконе у меня сейчас лежит. Оно впоследствии будет переправлено в Казахстан, в город Алматы, соответственно. Пока что временное расположение нашего сервисного центра, благодаря нашему товарищу Нуржану, как раз-таки на его территории, скажем так, да, то есть в его сервисном центре, вот, поэтому мистер Александр, замечу, один, наверное, из лучших ремонтников видеокарты ноутов, которых я знаю, потому что, ну, честно признаюсь, он уже давным-давно, так скажем, превзошел меня и по знаниям, по умениям, по способностям. Там, собственно, сейчас находится, и уже кое-какие заказики начал принимать. Надеюсь, даже я смогу его уговорить какие-нибудь видосики там снимать, чтобы, ну, опять же, популяризировать в том числе и тот офис. В данном случае одна из комнат у нас сейчас абсолютно свободна, как я и сказал, то есть здесь ничего нету, пока не знаю, как дальше все это дело здесь сделать, ну, короче, мысли об этом будут чуть-чуть попозже, все расскажу, что как, зачем и почему. Собственно, вы можете лицезреть давно, такого не было, ну, точнее, те, кто в моем телеграм-канале, ссылочка в описании, они знают, вот, абсолютно пустые полки, товарищи. Хейтеры могут ликовать, потому что все, заказов нету, денег нету, есть нечего. Хотя, ладно, шучу, конечно же, заказы есть, и в данном случае у нас Максим сидит сейчас и 3090 уже ковыряет одну, которая уже, по сути, починена. Собственно, в чем казус? Во-первых, мы сейчас ждем до сих пор вариантов отправки, так скажем, крупногабаритных вещей, по типу столов, да, в Алматы, там есть один вариант, тоже через знакомых, но не знаю, выгорит он в результате или нет. А второй сегодня, как раз-таки, часть именно оборудования я начну комплектовать, чтобы отправить с ДЭКом, потому что, ну, для тех, кто не в курсе, некоторые, ну, заказ, скажем, там, коробка, по-моему, до 50 килограмм с ДЭКом в Алматы стоит, по-моему, что-то в районе 3 или 4 тысяч рублей, что не так уж и дорого. Вот, поэтому все вот это вот придется разобрать, разложить по коробкам, то есть микроскопы, ноуты, лабораторники, вот самые, наверное, тяжелые, сейчас я жалею, что я их купил, это лабораторники, потому что они весят реально до хрена, чуть-то, наверное, килограмм не 7. Вот, паялки, нижний подогрев, короче, память, расходники, даже ультразвуковую ванную, скорее всего, мультиметры, ну, короче, я думаю, что смысл понятен. Планомерно начинаем, так скажем, копировать Даню Герасимова в данном случае, потому что он в этом отношении первопроходится, то есть будет, скорее всего, либо два канала, то есть второй даже отдельно, где Саня будет все это дело вам рассказывать, показывать и всякое такое, либо же я буду его просить снимать, и он мне будет это все присылать. Не знаю, поживем, увидим, потому что еще раз опыт достаточно интересный. Также люди спрашивают, Виктор, а можно ли что-то заказывать, типа, там, на ваш адрес, чтобы вы потом, ну, как посредник, как, не знаю, как сказать, надежное лицо, могли что-то там, допустим, получить, а потом выслать в РФ. Такой вариант тоже сейчас прорабатывается, я не могу сказать, что я точно прям буду этим заниматься. И в скором времени, опять же, скорее всего, начнем банчить всякой фигней, потому что, ну, опять же, эти все мысли я потом буду вам рассказывать в отдельном видеоролике про то, к чему я пришел, потому что фактически, чем больше направлений ты занимаешь, даже по чуть-чуть занимаясь тем или иным делом, тем это выгоднее и, как правильно сказать, ну, обезопасивает твой бизнес, что ли. Потому что, как ни странно, пока я был во всех этих разъездах, меня кормило то, что, допустим, Серега продавал те же тестеры, те же, ту же память, тот же Лаирт в данном случае, сейчас у нас как раз-таки в наличии, это вот одна туба, где-то еще вторая, прям свежачок пришел. Поэтому, опять же, если что, на Авито все это дело уже лежит, можно заказать и, собственно, воспользоваться. Все это в шприцах идет, то есть по 10 грамм фасовка, либо можно чуть не тубу купить, если уж совсем хочется угореть. Короче, я все больше и больше понимаю, что тема с продажей – это реально, ну, интересное подспорье в плане того, что когда нету ремонтов, да, либо там, ну, опять же, из-за ситуации, не буду вдаваться в подробности, это, опять же, сейчас вытаскивание грязного белья будет, да, но пришлось остановить именно, и тут ключевое слово, именно пришлось остановить заказы, потому что я не был уверен, что находящиеся здесь люди справятся с объемом. И в результате доход был только вот именно с продажи каких-то запчастей, с продажи трупов, и вот это вот фактически сейчас все. Тоже я начинаю думать, что нужно все распродать, потому что здесь, на самом деле, всякого говна, ну, просто типа восса, и он просто лежит. Ну, вот, поэтому, скорее всего, сейчас начну все это активно выкладывать, возможно, даже за две копейки, просто чтобы люди это все нахрен забрали, и освободить полки, место и всякое такое, потому что большая проблема всех сервисных центров, что они очень быстро зарастают всяким говном. И сколько раз я это наблюдал, печаль в том, что ты можешь это все хранить, 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 в надежде, что, ну, вот это точно понадобится, а потом в какой-то момент осознавать, что нет, это не понадобилось, и это надо теперь выкидывать, потому что оно уже просто никому не нужно. Ну, вот, поэтому это тоже достаточно важный момент. Что ж, вот примерно такие сейчас мысли, идеи и прочее. То есть, в данном случае, да, сейчас я буду в том числе рекламировать сервис в Казахстане, потому что, ну, так или иначе, надо его тоже развивать, поднимать. К тому же, там достаточно квалифицированные кадры работают, на которых я могу надеяться, и которые действительно могут выдать качество даже выше, чем, наверное, я. Вот, по адресу это все в личку, спрашивайте пока что, потому что я брошюру так и не переделал, а точный адрес по памяти я, к сожалению, еще не помню. Вот, но думаю, что в течение, опять же, там, пару-тройки дней я брошюру переделаю, и там будет уже фактически два офиса. Пока что, опять же, для тех, кто решит обратиться там, так как, опять же, да, заказов фактически, ну, нету, только начали работать, диагностика бесплатная, и насчет прайса многие спрашивали, Витя, а как будет прайс считаться, вот, там, на услуги и всякое? Да, безусловно, с учетом того, что сейчас стоимость видеокарточек стала ниже, прайс тоже чуть снизится, опять же, ну, в угоду того, чтобы человеку просто было выгодно чинить, хотя тут тоже такой, знаете, открытый момент, потому что те же Ирыксы, да, 400 и 500, и я уже не вижу смысла, как и тысячную линейку брать в ремонт, да потому что просто там уже все, ну, их приносит в таком состоянии, что там просто все упахано, то есть чинить их, ну, блин, типа, ради чего? Ради тысячи рублей, которые тебе заплатят за ремонт, и нельзя даже дать гарантию на этот ремонт, ну, типа, блин, смысла в этом нету, а те же 3090, скажем, до сих пор стоят по 60, там, 70 тысяч, соответственно, ну, их выгодно чинить, скажем, либо там двухтысячную линейку, вот, поэтому я думаю, что скорее всего просто-напросто либо сделаю такой прайс-лист, по которому, ну, только какие-то жирные видюхи, там, 400 и 1000 линейки будет иметь смысл чинить, а остальные уже нет, ну, потому что эпоха ушла, фактически, а возвращаться в те условия, при которых придется чинить реально всякое говнище и потом краснеть перед клиентом, когда это говнище снова откиснет, не по твоей причем вине, потому что там чинишь одно, а ломается другое, ну, вообще крайне-крайне сильно не хочется. Поэтому вот как так, ребята, такие вот новости, и да, совсем забыл-то, блин, главный вопрос. Скажите, что вы хотите сейчас увидеть, что вам снять? У меня два варианта. Первый вариант это про разбор 40-90 всех видеокарточек, которые сейчас есть, все мои мысли и прочее, потому что там есть что сказать, вот, либо же про трехтысячную линейку, про средний сегмент именно 360 Ti, 3070, 3070 Ti, вот. Какие-то супер-младшие видеокарточки, к сожалению, скорее всего, я обозревать не буду, потому что тупо не вижу в этом смысла, то есть всякие там RX 6500 или там 3050 и всякий вот, ну, именно низ. Почему? Объяснюсь. Не потому, что мне не хочется, а потому что это видеокарты, где изначально потребление настолько, ну, сильно в разрезе низкое, да, с топовыми карточками, что там просто, ну, нечего рассматривать. Они, ну, они просто работают, то есть они настолько холодные, маложрущие, что там ломаться типа нечему, имеет смысл всегда делать обзоры и разборы того, что горячее, где все на пределе, где действительно, ну, выбор, он, как бы, ну, должен быть осознанным, грубо говоря. Я думаю, что посыл я смог вам вкинуть. Поэтому как-то так. А на этом все. До скорых встреч. Пока. 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 Пока.